Всем привет! У нас сегодня старое новое. То есть это дорога Дубки-Леватки, это та развилка к аэропорту и на новую Тавриду, которую достраивали к трассе, которую построил СИП-автобан. Мы ее несколько раз снимали и вот ее запустили. Ну давайте посмотрим. То есть у нас за спиной Севастополь, перед нами та самая развилка, перед нами Симферополь и поворот на Тавриду. Тот асфальт, который черный-черный зачерненный, это новый асфальт. Подвох этой развилки в том, что налево нужно уезжать из левой полосы. То есть это как бы для водителя немножечко нелогично. И поэтому нужно быть внимательным и смотреть на знаки, иначе можно проскочить. Но здесь, если проскочишь, все просто. Доезжаешь до Кольца, буквально там 2 километра, и поворачиваешь налево, и возвращаешься на ту дорогу, с которой съехал. Это не то же самое, что перед развилкой на Симферополь, о чем я раньше уже рассказывал. Там все несколько сложнее. Рюк там, будь здоров. Вот видите, то есть мы уезжаем туда вниз, под мост, и это дорога, которая идет налево. Она туда на аэропорт, она на Керчь, на Феодосию, она на днезной. Это часть трассы Таврида. А вот эта вот дуга, хорода, которая проходит по верху по мосту, это видоизмененная пристройка. Везде, где черный асфальт, это все пристроено. Серый асфальт, это, ну, назовем ее старой дорогой. Хотя, я, по-моему, 2 года. А вот это интересная вещь. Смотрите, та же самая дорога. Ну, вот машины едут на Севастополь. Все поворачивают вправо, все на Севастополь. Обратите внимание, видите, смывы со склонов. Это вот какая история. Дорогу Дубки-Длевотки строил Сиба-Автобан. Сибиряки строили. Там сразу была какая-то коррупционная составляющая. Там на большую сумму денег повысили проект. Потом строители долго все это строили. Потом они обанкротили. Потом я так предполагаю, что сейчас... Вот смотрите, как размыло все. Я предполагаю, что сейчас дорога не взята на гарантию. То есть никто ее не ремонтирует. Никто не восстанавливает те нарушения, которые возникли. И дожди, пусть в этом году и были редкие дожди, а что будет в следующем году? Если они вообще пойдут, дожди такие сильные, то все края смываются. Несмотря на то, что там сделано армирование. Но смывается армирование. Вот здесь возле моста, вот здесь слева, тут, видите, везде бетон. Это вот такие укладки были. И они тоже бетонные, все смывается. То ли неправильно проектировано, то ли неправильно сделано, то ли трава не выросла, не успела вырасти. Но на самом деле, конечно, выглядит это все чудовищно. Оно новое, оно суперовское. Но вот эти недочеты удручают, потому что кажется, елки, ну что ж так вы сделали? Ну почему нельзя было по-человечески? А в одном месте, это там, где вот мы сейчас, вон смотрите, что творится на склонях. А вот в том месте, где мы сейчас поворачиваемся, где дорога идет на Севастополь, там подмыт, есть подмыв под асфальтом. И когда едешь вот с Симферополя и видишь это слева, то диву даешься и думаешь, да такого быть не может. А может, вот оно. Что делать с этой дорогой? Ну, наверное, искать какого-то нового подрядчика, который возьмет ее в обслуживание, либо какая-то структура, там крымский, автодор крымский будет ее ремонтировать. Но пока ни коня, ни воза. Дорога медленно, но размывается. И вот такая вот замечательная, отличная, такой замечательный, отличный проект потихонечку уже загибнет. Хотя и времени-то прошло всего ничего.